сегодня хочу провести такую экскурсию по бытовой нашей жизни здесь в Ирландии в отеле вот номер я уже свой показывала наверное покажу еще какие-то детали еще раз значит нас тут кормят 7.30-8.30 это завтрак в основном это тосты хлопья молоко горячее холодное вот есть масло варенье для тостов я подкупаю сыр капусту можно так кушать то есть по желанию сырок вот кофе чай и напитки какие-то там некоторые желтые красные то всегда обед суп пюре варят супы мы спрашивали не пакетные делают с него пюре вот и они всегда разные по вкусу получаются к ним бутерброды вот по-моему я это уже записывала ужин разные там картошка фри пюре всегда есть сосиски такие которые надо есть курица в кляре или что в общем free такое есть и там бывает по-разному туристу вермишель один раз была мясо курица в основном филе готовят по-разному вот такое с питанием самая большая проблема сейчас здесь для меня лично ну и для многих людей нету стиральной машинки ну чтобы в бесплатном доступе до постираться поэтому меня уже здесь вот моя стирка и наверное завтра начну я это вот здесь стирать взяли порошок вчера уже волонтеры принесли люди дали и буду мыло значит это все мы получаем ну берем выбираем люди приносят полотенца значит здесь у нас много полотенец и их меняют мой раз пришли и они они их поменяли вот здорово такое у нас получается но тут только держится на одной полосочке поэтому держаться но хорошо не будет какое-то движение и я не знаю что такое какое-то движение и она будет слетать а тут что-то венька здесь что-то неправильно сделано чуть-чуть не доходит вот да все все понятно вот это сейчас посовмещаем но не будет крепенько стоять конечно на одной полосочке вот здесь ну вот если делать как-то по-другому здесь у меня мой гардероб потому что мне некуда вещи складывать здесь моя одежда посмотрите я сколько уезжал сейчас я уезжала сколько у меня было и сколько здесь и этаж то что чистое а там же же там грязная да привет вот тут у меня лежит тут уже тихонько я же записываю видео ягодки вот уже халатик у меня есть классно ребенок себе пришел помыл классно удобно конечно прямо возле это тут туалет ванная вот это все мы тут все взяли там в этом так что чудесно эмо там даже умудряется купаться да вот ее игрушки для ванны это мы взяли поставила сюда цветы потому что стояли сначала у нас нашим комнате вот тут у нас еда ну очень конечно но некрасиво но я не не могу никуда придумать им тут еда м от иди доедать завтрак вот кушаем ну прибираем что надо прибрать одеваемся хочу чуть-чуть показать так извините за такой фон конечно ну вот такое платье мне церкви принесли ну смысле я выбрала а штаны вот я говорю что они не идеальные потому что чересчур они облегающие я только сверху такие ношу как бы стараюсь но а сверху еще и надо пояс потому что чуть-чуть они тут свободные цвет идеальный как для меня не знаю тут не видно нам ничего мне очень нравится такой цвет очень классно тянется этот ну вот этот джинс этот материал очень классно тянется вообще супер вот так сегодня пойду церковь так у нас вот лежат вещи вот это эммон чемоданчик тоже это то что чистое тут лежит вот там всякие химия витамины это вот эммона место ее игрушечки там всякие пазлы рисовалки вот такое принцесса маленькая ну малышка наша ну ладно не малышка я так люблю называть по повернись покрутись о красоточка наша и прическа такая поворачивайся покажи прическу повернись поворачивайся по кругу повернись вот так все одевай жилетку свою венькина кровати веньки венькина он вещи я туда он сложила тоже остатки это тоже чистое вот здесь конечно у нас некрасиво ну как есть куда его денешь обувь наши все тапки там рюкзаки вот вот мой стол рабочий я то показала сейчас покажешь на видео как она работает стол рабочий это вот сегодняшняя утренняя подарочек от волонтеров и людей ну в ирландии тут скидочная карточка вот на лидл классно на 20 евро здорово и малым два пакетика вот таких шоколадок всяких тут я работаю тут напитки наши стоят и карточки ключи ну мусорник так у нас лежит конечно вот шкафчик тут единственный шкафчик ну высоковато там полочка вот курточки наши и вот как бы туда игрушки сконцентрируем может ну собственно все вот тут венька лего складывает вот тут довольно таки ну большая комнатка больше чем у нас в мощи не наши комнатки больше вот и хороший здесь ковер и сразу же ванна есть телек вот но мы его не включаем не смотрим такая у нас комната получается что одну тут я попросил один раз пылесос принципе можно попросить и попылесосить купила я тряпочки хотя бы тоже можно было спросить я купила тряпочки для вытирания вот так при как бы убираем себе сами вот мусор несколько раз приходилось в борщица вот спрашивала там полотенца а постель постель мы поменяли неделя прошла не было даже недели а вот пришла спросила иди себе тихонечко иди себе постели пришла пришла в борщица и принесла нам постель вот заменили мы постель что еще вот один раз вот это же мы пришли что я видела что сюда приходили поменяли полотенца когда нас не было а так в основном она приходила несколько раз мы были она меняла нам мусорник сегодня мусорник я уже купила пакеты потому что с мусором проблемы так как приходят редко вот а мусор некуда накапливать то я купила пакеты и просто выношу туда в коридор они уже там забирают ну вот так вот такое наше тут жилье лифт есть есть ступеньки мы в принципе ну нам два этажа надо пройти то ходим то ездим вот с колясками ездят лифт такой немаленький в принципе нормально помещается может я покажу если не забуду столовку может быть тоже засниму игровую там я просто чтобы людей там не было чтобы я могла заснять вот вот такое наше наше тут жизнь и окрестностей снимаем красивенький город церквушка напротив есть куда можно ходить нормально жизнь куда дальше не знаю пока тут живем сказали что где-то месяц будем тут жить вышли сегодня на море меня начала мне плохо все болит голова болит желудок живот весь спину спину ломит поясницу ломит пошли тут мне походу аж тошнит нашла тут я не знаю где тут прятаться какой-то короче возле замка на забор сейчас если меня стошнит хорошо вот такое вот я бы и дома бы осталась деток надо выгулять ось дуба так а фу как мне по ганецку что такие птички за такое дерево классное сейчас поближе сниму не видно наверно там птички в этом дереве кстати ну смотри цветет уже венька красиво вот мои киндеры готовые на море только мама подкачала сегодня продвинулся вот это есть еще старый взял свои лего на то что тут тоже не я взял вот это когда машина вот эта разломана полностью было ну не полностью а вот тут было не разломано то я взял вот тут ну наверху то что разломано разломал и поставил вот такую тачку у нас теперь надо коробку удачную хорошую такую переносную для лего а то ты дошел до конца по страничкам да тетрадки а то запасные детальки да вон наша бабочка а вон наша бабочка пускает пузыри покажи свои крылышки бабочка увидела в игровой не могла чтобы не взять нам еще дали сегодня вот этом подарочки там было бесплатный типа сертификат на мороженое надо срочно сходить сейчас если меня вдруг стошнит то лучше пускай здесь чем дальше вот такое пойдем сейчас мороженое искать где там я бы дома бы спала конечно сегодня в церкви кто-то сказал что кто-то ковидом заболел ты думай может и у меня тоже ковид на прошлый раз как ковидом болела так у меня тоже все болело все тело слабость такая но не знаю посмотрим и лон решил искупаться меня мне кажется давайте сделать ставки я делаю ставку шон по колено это максимум зайдет максимум даже людей сегодня нету здесь а чтоб купались ну веня давай 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 а а а а можно и волны как раз а я одеваю капюшон тем временем в а ос а а а а и а а а О, ты шо? Молодец! Значит, по оформлению. Получается, что мы когда приехали, прилетели в аэропорту, нас забрали в миграционную службу, и там мы позаполняли документы, и уже нас сюда привезли в отель. И сказали, что мы ждем код. Вот, PPS-код должны получить. Мы его еще не получили. Ожидаем уже в понедельник. Это получается, что пройдет полторы недели, как мы его получим. Да, Веня, да! Что бы меня в жизни заставило сейчас в море окунуться? Я даже не знаю. О, тапки потерял. Ну, шо, разве шо? А, да! За ребенком же своим бы я бы, да, полезла в воду. Ну, как, Веня? На камеру скажи, как тебе водичка? Очень плохо! На, полотенце на! То есть, если в Чехии брать сравнение брата, он, получается, приехал. На следующий день он пошел, зарегистрировался в, как это называется, в Нитро, да, в полиции, подал бланк на социальную помощь. И сейчас новости от него, что, во-первых, а, ему на следующий день уже выплату дали разовую. Она там порядка 100, 200 евро. Или 100, или 200. Я просто переворачиваю все с гривны на это, на евро, а оно ж не так получается. Поэтому я туплю немножко, сколько там получается, то 2 500 крон. Им дали разовую помощь. Плюс он сразу же начал работать. Вот, и сейчас вот он звонил, говорил, что ему еще и пайки дают. Паек я попросила заснять. Скинуть мне видео пайка. Паек хороший, добротный. Сказал, раз в 2 недели буду давать паек. Вот, плюс пособие получится у него порядка 200 евро. 5 тысяч крон. 5 тысяч крон в месяц. Вот так вот. Плюс этот паек. Туда входит и моющие, и еда. Говорит, добротный. Такой 2 раза в месяц паек. Вот это пособие. И еще право на работу. Живет он пока у сестры, но они хотят взять больше жилье. То есть, и еще сестра тоже может подать, что она принимает беженцы с Украины. И тоже ей какую-то выплату. Но еще мы это не сделали, поэтому я пока только теорию говорю, что она еще может тоже что-то получить, как коммунальный. Ну, короче, содержит по жилью его. Вот, ну, он будет жить у сестры. Вот такое. Приехала еще, еще наша одна сестра приехала с детками. Ее поселили в общежитие. Вот, она будет все тоже, наверное, ишь получать. Может, я узнаю детальнее, что она получает. И тогда уже сниму. Ну, вот такое. Мои друзья в Ирландии, у них уже ходят в школу дети. Здесь у нас тоже в понедельник уже многие идут. Но нас пока что не вызывали. Я поздно бланк запомнила. Лежали бланки на столе, но я как бы не знала, что их обязательно надо запомнить. Поэтому я запомнила уже неделю спустя, как мы тут. И в понедельник, значит, нас... Получается, в понедельник, я же сегодня воскресенье. Завтра я ожидаю, что мы получим этот код. Уже он должен прийти. И я заполню на медицинскую страховку, получается. Хотя тут уже внутри у нас в чат есть здесь украинца в этом отеле. И выложила девочка пост, что она будет нашим врачом здесь. Ее уже устроили здесь. И дадут ей офис. Классно, конечно. И она подрабатывать будет. И нам удобно. Пока мы тут. Прекрасно. Будет врач. Ну, я хочу... Я уже написала на Форевер. Мне на сайте дали адрес. Я туда написала письмо, что я с Украины. Мой номер, как мне... Чтобы я купила мои витамины. Я без витамин не могу. То есть у меня все... Любой насморк, любой чих, кашель, любой прыщ, любое что. Я все пользовалась всю жизнь. Ну, как всю жизнь. 16 уже лет пользовалась Форевером. Поэтому... Плюс там же еще Дезик. У меня он тоже уже заканчивается. Там еще шампунь. Ну, да. Я там в фармасе пробовала еще что-то. Сейчас вот Head & Shoulders купила. Но реально там очень классный шампунь. У меня от него никогда не было перхоти. Сколько я шампуня не пробовала. Кондиционер там очень классный. Но он просто был дороговатый для меня, как для Украины. Посмотрим, какие тут цены. И на ту выплату, которую я буду получить. Насколько я смогу покупать. Самое-самое необходимое. Сейчас мы с детьми думаем, размышляем про финансовый бюджет. Как его здесь вести, на что тратить, на что не тратить. Учитывая, что мы там переезжать будем, куда-то переселяться. Ну, чтобы много не набирать. Чтобы было самое необходимое. Ну, и то, что реально очень нужно. Я очень люблю, когда... Или не люблю, когда нету нужных тебе вещей. Вот я хочу собрать такой вот... Все, все, must have просто вот. Типа пауэрбанка. Ну, просто... Это просто нужная штука, чтобы хороший был. У меня там в Киеве какие-то мне один раздали, другой раздали. И оно... То не работало, то что-то очень медленно. Хожу, 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 смотрю, один процент. Ну, вообще слабенький. Ну, должен быть хорошая вещь, чтобы... Действительно, ты в дороге. И так как мы, он там 15 суток там или что-то еще. И ты с этим телефоном просто паришься. Вот, чтобы была такая хорошая штука. Вот, телефон должен быть нормальный, камера должна... Оно меня так раздражает. Вот это сейчас, например, у меня мой ноутбук. Но он нормальный, хороший, как бы... Ну, как, средненький, я бы сказала. То вот я поставила... Я сконвертировала... А, сейчас я вспомню. Вот наш бесплатное мороженое нам. Ну, покажите. Ого! Так, у нас уже ужин. Вот в этом месте нам дали. Ну что, пошли. Получается, что я отконвертировала этот... Или как там... С... Ред... Редер... Редеринг. Короче, с... С монтажной программы на видеопрограмму. Видеофайл. Я это сконвертировала. Не знаю, правильное слово. Рендериться. Рендериться. Значит, срендерировала. Круто. Я... Я люблю слова коверкать. В общем. Но... Это, в принципе... 3 гигабайта у меня был файл. И, в принципе, я пока зашла в ванну, помылась. Вот оно у меня, в принципе... Ну, я еще что-то там... Ну, в общем. Ну, полчаса от силы. Оно сделалось. Но поставила я... Загружать в YouTube. Вот. И зависла. Утром просыпаюсь. 50 с чем-то процентов там или что. Я еще и взяла его... Закрыла. Убрала. Типа, думаю, будет еще... Хотя она показывала еще 2 часа. Я думаю, удалю все и заново. Перегрузила компьютер. Кинула. Короче, я еще раза 3 кидала. Такая же самая картина. Вот. И уже утром... То есть я должна была, по сути, сегодня утром выпустить видео. Вот. А поставила я. Он еще и выключается. В общем. 15 дней показано. Еще 15 дней. 16% загружено. Круто. Короче. Ну, вот это я реально очень не люблю. Вот это когда такие... Какая-то тупость бывает. Я его когда включаю, нет звука. Мне приходится перегружать. А когда я перегружаю, я же начинаю все вкладки опять открывать. Все свои у меня разные аккаунты. Программки. Видеопад у меня... Там монтажная программка, она открывается. Надо доставать ключ, который там... Ключ активации я его достаю. В общем, это просто... Меня раздражает, честно говоря. Ох, на море меня не стошнило. Да. Но меня морозит сильно. Не морозит, а болится. Да. Я пришла. Я пришла, наконец-то легла. Сейчас померю температуру. Ой, как мне плохо. А как бы, чтобы оно до завтра все прошло. А то завтра опять надо где-то... Мама заболела. Единорога я вижу. Хочу такую шоп-техника, чтобы где-то сфоткать, где-то видео заснять, выгрузить куда. А у меня еще протупило. Начал телефон показывать. Нет места. Думаю, да что ж такое. У меня здесь карточка, здесь много места. Именно внутренней памяти нет места. Я давай программы какие-то убирать там детские. Что-то еще. Все равно нет места, нет места. Я искала, искала. Нашла. Тот момент, когда из моих фото, вот я их делаю, оно мне в облако кидалось. Почему-то оно записывало это в мою внутреннюю память. И я смотрю из-за того, что там 10 гигабайт у меня этих фото. Думаю, что ж такое. Я взяла, стоп там сделала. Очистила полностью этот фото, Google фото очистила. Память нормальная поставила работать. А потом поставила, чтобы оно дальше синхронизировалось. И оно у меня все слетело. Ну, в том смысле, что долго. Одно видео там на 18 минут моей речи. Оно мне, по-моему, два дня. Два дня я ждала, чтобы оно загрузилось в облако. Не люблю такое. Не понимаю, чего оно так. Нормально все работало. Быстро все синхронизировалось. Что-то пошло где-то не так. Сильно у меня долго разбираться. Я тоже некогда. Но вот это я такое не люблю. Люблю, чтобы оно быстренько все работало. Так можно вообще? Хочу вот так вот, чтобы был такой наборчик всего необходимого и полезного. Почему я и витамины свои люблю. Всегда их можно. При любых там этих. И они не дают мгновенного действия. Я это знаю, понимаю. Но они не вредят организму. Что самое важное. И что нам очень нужно. Что я еще тут хотела рассказать? Я выспалась. Но температура поднялась 37,8. Вот такое. Мне не тошнит. Ну, не, не тошнит ему. Но я поспала, конечно, все это время. Я даже не знаю, сколько часов прошло. Дети что хотят, то и делают. Это вообще. В планшете, в планшете. Ой, как бы до завтра оклематься. Как же деток кормить завтра. Сейчас мы будем собираться. Нет, не сейчас. На 11 пойдем здесь в церковь. Сегодня воскресенье. Вот. Потом придем сразу на обед. После обеда мы чаще всего ходим, гуляем. На море там. На площадку. Это чуть-чуть в другую сторону. В одну сторону море. В другую сторону речка с полем, с площадкой. Вот. И туда и туда ходим. И хочу уже пойти куда-то в новое место. Там можно пойти в замок поискать. Если еще куда-то поехать. Я смотрела. Водопад даже есть. Я очень люблю водопады. И очень бы хотела, конечно. Но не показан туда транспорт. То есть автобусом туда не доехать. Надо машина. То может здесь напишу в группу, чтобы организоваться. Чтобы поехать, пока мы тут живем. Водопад. Это просто было бы бомба. Вот. Ну. Собственно, особо больше ничего такого нового. Ну. Или тем, чем я хотела бы поделиться. Все рассказала. Осталось это все смонтировать. И когда-нибудь выпустить. Я сейчас только вот это выпускаю видео. 15-дневной войны. То есть сейчас уже 31-й день. Или 30-й даже уже 2-й день. Пошел. А я выпускаю. Вот это 3 часа жду. Ночь всю жду уже. Вот. Это 15 дней. Ну. То есть я отстаю капитально. Но выше себя не перепрыгнешь. И выше техники этой тоже. Так. Взяли сегодня тесты такие. Потому что я прибылела. Вот сейчас буду делать тест. Сейчас покажу, как им пользоваться. Мне только что пришли. Инструкцию показали. И цветы стояли. Вот они стояли на одном столе. А он такой. Если его тронуть. Он трясется. И получается, что они уже 2 или 3 раза падали. Цветы переливались. И мы это все вытирали. Я их переставила на полочку. Другую. Там, где у нас телефон стоит. Утром просыпаемся. Потому что там же Венька рядом спит. Утром просыпаемся. Вся лужа. И получается, в эту лужу попал Венькин телефон. Вот. Даже 2 попало с телефона. И не знаю. Там, Веня, работает телефон? Да. Работает? Ну, короче. Отлично работает. Отлично работает. Не знаю. Он весь был в воде. И сколько он там пролежал. Потому что я только утром обнаружила. Это все давай убирать. Планшет заряжет. Планшет. Эмочкин заряжет. Поэтому я цветы уже поставила в ванную. Где мы их точно не достанем. Но, конечно, я их там особо не вижу. Ну, такие прикольчики разные. Вот это содержимое. И выливаем сюда. Так. Вот мы налили. Теперь открываем вот это. И делаем неприятную процедуру в двух ноздрях. Теперь... Ой... Это туда. И там смачиваем хорошо. Можно даже поболтать. Потом еще так вот выжать его. Так. Теперь отламываем вот тут. Закрываем здесь. Столько много движений. Теперь вот такая у нас есть штуковина. И выливаем вот сюда. Ждем... Ждем... Пока, значит, на S, если будет полосочка проявиться, это я здорова. А на T полосочка или две полосочки на T, это я... Значит, у меня коронавирус. Вот. Лучше ждать 15 минут. Но, в принципе, проявится довольно-таки быстро. Спасибо, что смотрите мое видео, кто смотрит. Спасибо, что вы на моем канале. Подпишитесь, не забудьте. Вот. Интересно. Ну, все, в общем. Пока. Ставьте лайки. Пока. Пишите комментарии. Что-то интересное. Что-то хорошее, позитивненькое. Напишите. Если можете нас поддержать, мы будем рады. Мы сможем, конечно, быстрее необходимые вещи подкупить. Пока мы ждем наши выплаты. И после того, как код получим, где-то через неделю, обещают, что начнут выплаты идти. Поэтому мы уже... Это уже месяц, месяц как война. И в Чехии мы пробыли около трех недель. Да, и мне четыре годика. Вот. И тут мы уже полторы недели. Это все без денег. Ну, там алименты у меня немножко еще оставались. И детские. В начале каждого месяца украинские и детские приходят. Ну, на эти деньги это получается даже детские. Порядка 150-150 евро, наверное, может даже меньше. Надо перевести, посмотреть, что это получается. Ну, тоже хорошо. Там даже сыр нам купить. Дети иногда просят напитки. Или там какие-то гадости, короче. Мороженое мы и купили. Бывает вот это же тряпочки. Тряпочки бывают. Лишь это мусорные пакеты. Что-то, в общем, подкупить важное. Смотрите. Сейчас, Амочка. Я сюда не снимаю. Я сюда снимаю. Вон, Веня, без кроссовок. Мы ищем. Я бабочка вот так. Веньки ищем кроссовки, потому что у него на шнурках. Ему очень тяжело завязывать. И это... Мы же вообще сюда приехали в сапогах. И это все, что у нас, это мы тут уже брали. И надо кроссовки. Мы еще пока не нашли. В Лидле что-то не было детских кроссовок. То надо кроссовки на липучках. Вот. Купить где-то подешевле. Ну, вот такое. Так что... Поддержите нас, если можете. Если имеете такое желание. Реквизиты я оставлю в описании. Это нам дали Вене карточку. Это 20 евро на Лидл. Так что, когда мы в Лидл придем... Помнишь, это такой... Веньку вчера, кстати, постригли. Это получается... Я так и не поняла. В общем, заказали автобус. Собрали детей, желающих постричься. Только дети... Только детей стригли. Еще и взрослых. И девочек. Тетя взрослых. И маму Макса. Маму Макса стригли. Ну, не полностью. Чуть-чуть. Там. Вот. То есть это бесплатно организовали для желающих. И Веньке. И у Веньки тут за ушами сильно мешало. Фух, наконец-то. Ну, теперь у нас модный парень. Вчера вечером я аж так переживала. Сижу долго. Нету. Ребенок увезли куда-то. Ну, там очередь была. Ну, да. Ну, не очередь. Там у издания можно было. Ну, цветки, блядь. Ну, это ты наелся. Ты хоть телефон с собой взял? Ну, да. Я даже не позвонила. Поиграть хотела. У меня там не время. Хорошо. Ну, в общем, а это... А это зачем? Карточка на Лидл. На 20 евро мы можем... Что-то купить? Да. Вот. И этой карточкой рассчитаться. То есть... Я хотела наушники себе купить. Ну, вот в Лидле. Все, что есть в Лидле. В этом магазине. Это там, где мы были с друзьями. Лидл. Такой большой магазин. Это мне. Там, где мы вот это все покупали. Это мне, а это Веня. Классно. Это наушники, если на Лидле. Не-не-не, это от мамына, мамына. Вот это можете брать. Вот. А это мамын нельзя брать. Мамынки за 10 лет, а я их купила. Мама, можно? Ну, такое, поэтому... Спасибо, что досмотрели. Встретимся в новых видео. Я буду все еще снимать. Особенно, если что-то новенькое, интересненькое. Таки лайк. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.